Softmax вообще функция довольно долгое вычисление, поэтому мы стараемся ее избегать. Для того, чтобы считать вероятности, напишем функцию inference, которая будет вызывать функцию forward и прогонять ее через Softmax. Замечательно. Давайте инициализируем нашу нейронную сеть с количеством скрытых нейронов 5. Нейросеть есть. Назовем ее vignet. Нам осталось только инициализировать функцию потерь, ту бинарную кросс-энтропию и вот в torch nn-cross-entropy-loss как раз кросс-энтропия, которая использует не выходы после Softmax, а как раз выходы нейронной сети, не пропущенные еще через Softmax. И еще нам нужен оптимайзер. Тот метод, который будет использоваться для вычисления градиентных шагов. В оптимайзер мы передаем все параметры нейронной сети. Параметры нейронной сети – это веса. Это те скрытые значения, которые находятся в наших нейронах, которые мы хотим подбирать. Learning Rate выбираем 0,001. Это такое стандартное значение. Бывает по-разному. Бывает нужно побольше Learning Rate, бывает, когда нужно поменьше. Но если вы не знаете, выбирайте всегда 0,001. И, скорее всего, это будет близко к оптимуму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!